Бой газировки Полезного из этого не выйдет Если будет введен акциз, соответственно, любой производитель будет изыскивать все возможности для того, чтобы снизить себестоимость продукта Соответственно, в этом случае мы придем к тому, что рынок будет насыщаться продуктами на сахарозаменителях Поэтому нужно задаться вопросом, что же в итоге будет более вредным Пить настоящую газировку на сахаре, которая в том числе когда-то давно в 70-х годах продавалась на любом углу И ты мог зайти и приобрести стаканчик газировки на настоящем сахаре Или употреблять продукты на сахарозаменители Сахарозаменители вредны для здоровья, от них вреда больше в разы Производители газировки не исключают, что введение акциза очень негативно скажется и на отрасли, и на конечных покупателях На нас с вами Нагрузка на честных производителей, которые абсолютно белые и легальные, естественно, будет выше Соответственно, увеличение налогооблагаемой базы приведет к тому, что появится больше продукции, которая будет производиться просто в подпольных цехах Соответственно, с нашей стороны, мы считаем неоднозначной данную меру по введению акциза именно на безалкогольную продукцию Тогда кому это нововведение на руку? Может, в заботе о детях такие решения принимают? Но если речь идет о системе образования, там давно, меню под строгим надзором Во-первых, конечно, соблюдают все нормы, подавая ученикам на обед первое, второе, третье и компот Во-вторых, читают лекции о вреде фастфуда и газировки и следят за тем, что продают в буфете В основном выпечка у нас идет, нам привозят выпечку и шоколадки, сок, вода Категорически нам нельзя минеральную воду с газом, лимонад, сухарики, чипсы, жвачки, этого у нас не бывает никогда Значит, о взрослых дядях и тетях переживает правительство Хотя, давайте по-честному, кто за взрослых, кроме самих взрослых, должен решать? Говорят о том, что россияне все больше страдают из-за диабета, ожирения Молодежь все чаще обращается к медикам, держась за животы Но даже врачи признают, дело не столько в газировке, сколько в бескультурной культуре потребления Процесс глобализации в современном мире невозможно представить без употребления каких-то газированных напитков, фастфуда Невозможно Поэтому я считаю, что, наверное, культуры потребления в нашей стране в какой-то мере нету Порой, сидя на приеме, в поликлинике ко мне приходят молодые люди С жалобами на боли в пегастре, отрыжку Более детально проводя опрос и детализируя, в чем может быть эта проблема Некоторые говорят, что очень много потребляют газированной воды и фастфуда И никакие акцизы не остановят шкалеров скидываться после уроков, чтобы купить на всех чипсы и шипучку Потому что дети, да и взрослые часто едят на бегу Потому что надо работать и думать, как выжить Когда каждый месяц новаторские решения властимущих повышают цену на жизнь, а не ценность жизни Дина Мустаева, Павел Талабаев, Наши новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова